Телекомпания «Вид» представляет. Моя героиня говорит, что всякий раз перед выходом на сцену она испытывает страх. Она верит в приметы. У нее есть свой тайный ритуал, как подходить к сцене. Но все равно с годами этот страх никуда не исчезает, а лишь только растет. Может быть потому, что актер на подмозгах, как никто другой, понимает свою магическую власть над нами, зрителями. Он божество, он повелевает нашими душами. А за всякую власть нужно чем-то платить. Мою героиню зовут Наталья Гондарева. Когда мы встретились с ней, у меня было чувство, что мы знакомы давным-давно. А это просто я, как и все, знала ее лицо. Такое ясное, внятное, земное. И мне казалось, что жизнь ее тоже внятная и ясная. Хотя я понимала, что так не бывает. А чем вас пугали в детстве? А, в детстве всех нормальных, приличных детей пугали милиционером. Потом еще было какое-то такое слово странное – дюдюка. Вот у нас какая-то была дюдюка. Я не знаю, что это обозначает. А меня пугали туманом. Мы ездили в деревню Толстопальцева. Я не помню, по какой дороге, потому что я в школе не училась, маленькая была. Там снимали комнату какой-то хозяйки. И так я себе представляю, что, скорее всего, за этим домом был сад. Но, вероятно, была какая-то низина, а может быть, даже река. Но меня туда не водили. Мне там уже 4 года было, там 5 лет. Ну, со мной нянькались и особенно никуда не выпускали. Ну, во дворе я гуляла. Туда не выходи, потому что там дорога, грузовики какие-то или там трактор проедет. Почему я думаю, что это низина? Потому что там были деревянные мостки, как тропинка через этот сад. И каждый вечер, летом, в жаркую погоду, там поднимался туман. И вот эти клочья, они постепенно откуда-то оттуда начинали входить в этот сад, приближаться к дому, окутывать крыльцо, полисадник. И вот когда я играла и темнела, но еще было видно этот туман, потому что темнеет поздно, бабушка говорила, Наташа, там, иди, мама будет ругаться, не реагировала. Папа приедет, я попри... Не реагирую. Приедет, не реагирую. Цыпленок заклюет. Я цыплят боялась патологически, потому что меня Сиамский кот кусал. Я не могла на руки взять, ну, в ладошку цыпленка. Я их боялась, цыпленок тебя клюнет. Я не боялась цыпленка. Но когда мне говорили, Наташа, туман, я бежала к этому крыльцу, хватаясь, как взрослые бабы, которые воют на похоронах, и кричала, туман, туман, туман. Это единственное, что меня загоняло домой. Этот ужас перед неведомым и смутное желание испытать его останутся самыми яркими переживаниями ее детства. Запомним этот факт. А в остальном Наташина жизнь в семье текла без приключений. Она верховодила во дворе, хотя любимая игра ее для всех оставалась тайной. Она обводила прутиком на снегу границы своего королевства и ощущала там себя хозяйкой, правящей мудро и единовластно. Про детство еще, знаете, что вспомнила? Когда в лагерь отправляли, а меня рано стали отправлять, из кустов, там получались такие шалаши. И там был твой дом, и ты его устраивал. Какие-то доски притаскивала туда, и мы ходили потом друг к другу в гости. Там было очень красиво. Там вот можно было влезть вот в эту скорлупу, о которой я потом мечтала практически долгие годы жизни. Потому что, по-моему, свой дом я обрела лет в 27, если не позже. А в коммуналке я мечтала о том, чтобы у меня была не отдельная квартира, а была комната, вот своя просто комната. Ну пусть маленькая, пусть темная, какая угодно. А почему в детстве сформировалось такое ощущение незащищенности и такое желание скорлупы? У меня не было ощущения незащищенности. Я ничего не боялась. Все-таки люди незащищенные, они очень многого в этом мире пугаются. Им даже неохота порой выходить на улицу, потому что вдруг этот мир обрушится на тебя чем-то ужасным. У меня не было такого ощущения. Я была довольно смелым ребенком. Ну, хотелось. Я потом... Вы знаете, это так и прошло через всю жизнь. При какой-то очень широкой общительности я довольно... Ну, не часто, но время от времени, скажем так. Я хочу уйти ото всего. Мне необходимо место, где я была бы вот одна. Как я говорю, я не люблю слово «одиночество», но я люблю слово «уединение». Мне необходимо вот это уединение. Вероятно, уже тогда была потребность в этом. Мы вообще всегда хотим то, чего у нас нет. Можно у нас ведерочко набрать? А то у нас во всем общежитии не в одиночке. Приемную комиссию театрального училища она подкупила своей поразительной естественностью. Вообще, когда Гундарева появится на киноэкране, за ней мгновенно закрепится слава девушке из народа, эдакого деревенского самородка. И зрители просто откажутся поверить в то, что Наташа – коренная москвичка и абсолютно городской человек. В училище она с упоением играла классику и к моменту окончания его чувствовала себя разборчивой невестой. Четыре театра бились за честь видеть на своей сцене молодую восходящую звезду. А был замечательный случай, сейчас расскажу. Первая и главная роль моя спектакль «Банкрот или свои люди? Сочтемся по-островскому» я играю «Липочку» и привожу папу. Привожу папу, премьерный спектакль. Ну, и тогда был совершенно шквальный он такой спектакль. И большой очень успех. И тогда вот театральная Москва, собственно, меня и открыла, хотя до этого я играла какие-то роли. У меня были три ввода в хорошие спектакли. У меня была до этого одна главная роль, ну, такая неинтересная, отвратительная. В пьесе, которую мы делали к образованию СССР, там, какая-то украинская пьеса, неинтересная очень. Вот. И вдруг Островский. И такая блистательная роль. И так мне было хорошо в этом материале. Я помню, на спектакль пришел отец. И когда стали аплодировать, папа стал, ну, все хлопают, выражая свой восторг. А папа вот так сидит, вот так делает. И поглядывает, потому что ему неудобно. Ему казалось, что вот он отец, и все видят, что что-то он отец, и хлопает. И он так вот... Как-то очень скромненько. А потом я попросила его провести ко мне в гримерную. Я вхожу и говорю, пап, тебе понравился спектакль? И вдруг мой отец мне говорит, понимаете, дочка? Я говорю, пап, ты что со мной, на вы? То есть я там, там где-то. А он здесь. Он зритель, а я там. И так теперь весь ваш я, дорогая. Дорогая. Эту вот записку я принесла от госпожи моей, чтобы передать сеньору Федерико. Но так как к вам зайти я не решилась, то я нашла возможным вызвать вас. Что ж, я готов снести ему записку. Но должен вам сказать, что у меня есть поручение также к вам, сеньора. Не можете сказать ни от кого? От одного сеньора-кавалера. Расскажите мне, не знаете ли вы сеньора Труфальди? Но он вас знает. Как будто это имя я слыхала. Очень скоро Наталья Гундарева поймет, какое количество душевных сил отнимает преодоление стереотипов. Отказ от уже найденного. Она обнаружит некий заколдованный круг. От нее будут требовать повторить на без каждую удачную находку. Сыграть еще одну, такую же блестящую кокетку, ветреницу, женщину глупую, тщеславную или трагически несчастную. А она всякий раз будет стараться сломать штамп, стать непохожей на себя прежнюю. Нас ломает жизнь перед каждой премьерой. Каждая новая работа – это невероятное насилие. Ведь чем больше ты делаешь, чем более ты становишься известным, знаменитым, популярным. И что самое ужасное, поймите меня правильно, любимым, тем страшнее тебе каждый раз браться за новую работу. Потому что ты должен это все оправдывать. А когда тебе уже знают все, знают твой тембр голоса, знают, как ты повернешься, знают приблизительно, ну, вкус, стиль, хотя роль она диктует нам, отходы от себя, но тем не менее, тем не менее, все страшнее и страшнее ведь становится работать. Это так. Режиссер Андрей Гончаров был тем человеком в ее жизни, который разглядел в Гундаревой это бешеное бунтарское начало и нежелание подчиниться обстоятельствам. Она пришла в театр имени Маяковского, соблазнившись предложением Гончарова сыграть сразу три главные роли. И ни одну из них она так и не сыграла. Но он дал ей возможность попробовать себя в самых разных образах и научил главному, тому, без чего невозможно истинное творчество. Без жалостности к себе. Он легко крушил уже найденное ради неведомого, лучшего. Я думаю, что Гончарова, Андрей Александрович, при всей сложности его характера, при всей сложности проявлений его характера, он же диктатор. И поэтому не всегда с ним бывает просто. Кто по старшему, это уже привыкли, я вот помню, у нас какая-то девушка, придя в театр, репетируя с ним спектакль, просто упала в обморок. Потому что он стал, он кричит, он неистовствует, он такой неистовый Роман. Вот, он бесится, он носится, он сметает все на своем пути, и децибелы доходят до состояния, когда этого не выдерживают барабанной перепонки. И когда он вылил вот этот эмоциональный поток весь на барышню, она просто кувырнулась в обморок. Ты не любил! Вот! Вот Себа! Ну пойми ты! Себа! Вастух несчастный видит скорбь твою, сварь душу! Нет, просто, а ну-ка скажи, это ей! Ей? Да! Все действие! А то ухо я свое вижу. Паршал, пастух несчастный видит скорбь твою своей души печалью. Узнаем дальше! А вот когда я любил... Дальше, дальше! Я целовал. Опять пошел с точками. От себя надо говорить! От себя и говорю, Андрей Александрович. Вот когда ты от себя говоришь. Говорят, что у вас даже есть какая-то магическая тетрадочка, которая вам помогает осваивать роли особо быстро. А, ну да. Ну и не то, что особо быстро, я просто привыкла роли переписывать. Меня так в театральном учили. Одна педагога, которая мне казалась очень занудной, неинтересной, я так переживала, что я с ней делаю педагогический отрывок, потому что она приходила, она была очень медлительной, и говорила, значит, вы возьмете тетрадку, с левой стороны вы напишите текст свой и текст партнера, а правую сторону вы графите на три части. Что делаю первое, для чего, как. И вот мы должны были на куски все это разбивать и писать. Я думаю, боже мой, вот этот полет фантазии, вот эту эмоциональную энергию, разве можно в эти три графы уложить? И мне было так тошно на этих репетиях, и только потом. Я не пишу, что делаю, как, для чего. Но я записываю разбор. Ну, мне так легче, мне так легче учить. Я и когда переписываю, мне кажется, я легче тогда запоминаю текст. И так это и осталось. И я всегда с тетрадочкой, если мне Андрей Александрович, у него даже есть смешная фраза. Он иногда приходит на репетицию и делает один разбор. А на другой день, ну, продумаешь все это, выходишь на репетицию и пытаешься воплотить то, что от тебя требуется. Вдруг он кричит, нет, и дает прямо противоположное задание. Я говорю, Андрей Александрович, ну, как же так? Он говорит, нет, я вам этого не говорю. Тогда я со своей тетрадочкой. Ну, сначала молчала, потом стала посмелее, и я в один прекрасный момент говорю, подождите, Андрей Александрович, а что вы так? Я говорю, вот у меня же в тетрадке записано, что у тебя записано? Я говорю, вот у меня записано там, она выгоняет, а теперь вы говорите, что она его оставляет. Ну, как же, это две противоположные задачи. Я говорю, вы тогда скажите мне, какой из них верный? Я говорю, вы же вчера вот так сказали. И тогда он рассмеялся и сказал, вчера я был безумный. Много. Мне вышли просим, мая Зеброна, не смотритесь в ворота. Господа, еще раз не вас, не вас, не вас, не вас, не вас, не вас. Дорогое, родимое гнездо, стильно. Все до последнего, решал он гвоздя, стиви. По-моему, Как у вас здесь хорошо, совсем как в горе от ума. А мы живем здесь по принципу, минуя нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Ну, мы-то, бродячие артисты, только мечтаем о таких вот диванчиках, трогательных предках на стенах, цветных окошечках. Ой, в трубах здесь, наверное, везде, вороньи гнезда. В каждом человеке есть тайные желания, говорил у меня Гундарева. Иногда возвышенные, иногда постыдные. Но только актеру дано позволить им осуществиться. Подчиняясь велению образа, он разжигает в душе своей искорки страстей ему самому неведомых, пугающих, которые никогда не проснулись бы, если бы не роль. Он сам превращает их в пламя и каждый раз сгорает в этом огне. Есть один час в жизни Гундаревой, когда с ней невозможно разговаривать, когда к ней невозможно подойти. Это час перед выходом на сцену. Это час перехода. Там в гримерной происходит некое таинство. Она здесь, и ее нет. Вернее, это уже не она. В профессии актера есть что-то демоническое. Недаром в старину их, так же, как самоубийц, хоронили за оградами кладбища. Они тоже нарушают божеский завет. Они меняют личность. Они примеряют на себя чужое лицо и берут на себя чужие грехи. Истоки злодейства и высочайшего благородства они находят в себе и дают им расцвести под аплодисменты или молчание потрясенного зала. Но все это эксперименты над собой. И бесследно они не проходят. А вы чего-то плачете в жизни. Я вообще почти не плачу. У меня все, что накапливается, я все вот туда. Вот там, на полметра от земли или там, на метр. Вот там. Сосредоточие всех бед. Принесение всех радостей. Когда у меня подходит такое состояние, вот хочется, я говорю себе, Наталья Георгиевна, у вас вот по книжечке 18-го числа спектакль. Вам очень это пригодится. Очень. Сыночек, родной, чего ты? Сашка, Саш, чего ты, а? Мам, ты чего? Я живой. Живой, а? Надо же, живой. Сашка. У нее нет детей. Она говорит об этом просто и скупо, обмолвившись, как бы между прочим. Ей, сыгравшие такие потрясающие оттенки материнского чувства на сцене и на экране, не дано испытать это состояние в жизни. Может быть, это самая большая ее боль, и она таит ее глубоко внутри. В жизни ничего не бывает просто так. Тебе не могут отдать все, ничего у тебя не попроси взаимы. Мы платим за все. Во всяком случае, я за очень... Ну, за свой успех я плачу. Ну, я готова это делать, потому что я... Я однажды приехала на гастроли в Одессу, а тогда мы гастролировали, спектакли шли в Одессском оперном театре, и его отреставрировали. А он невероятной красоты. Когда я вышла на сцену и увидела зрительный зал, я думаю, боже мой, вечером вот этот зрительный зал наполнится людьми, и они будут смотреть за тем, что мы делаем. И никто из них никогда в жизни не испытает вот этого чувства. Думаю, вот если бы они вышли и встали на мое место, я думаю, наверное, они действительно вот как наркоманы, они уже никогда бы не могли от этого отказаться. Когда ты видишь зал, и не потому что он красивый, а потому что ты начинаешь владеть вот этим всем. Когда тебе удается заставить заплакать их или засмеяться, ты начинаешь спорить с Богом, который управляет нами. Ты начинаешь владеть их душами. А это вредно. Если этого блага не использовать, это очень вредно. Церковь там у нас и... Мы же пытаемся сравниться с Богом. Нам дали сущность, а мы ее пытаемся изменить. Мы же каждый раз... И вообще профессия такая предательская. Я же, приходя в гримерную, снимая с себя все, надевая другую одежду, я же, кроме того, что предаю Бога, я еще себя предаю. Я становлюсь другим человеком, я меняю сущность, пытаюсь, скажем так, менять сущность. Ну, за все платить надо и... Пусть так, но когда видишь этот зал, когда люди хлопают и вот так вот делают, и смотрят, и кому-то неудобно. Со своим мужем Михаилом Филипповым Гондарева играет на одной сцене. Он тоже актер театра имени Маяковского. Они поженились, уже будучи зрелыми людьми, и брак этот оказался на удивление прочным, несмотря на несходство характеров. Может быть, именно в браке с Михаилом Ивановичем Наталья Георгиевна нашла то, что было необходимо ей всегда. У нас какое-то такое счастливое разделение или счастливое соединение, как угодно назовите это. У каждого свое. И как-то мы так... Одно проистекает в другое. Чего не хватает мне, этого достают в Миша. Чего Миша не хватает, достают в меня. Я как-то вот по бытовым, по организационным вопросам, более. Вот. Миша в умственном. Мне кажется, выше интереснее меня. Ну, так и происходит. Такая земная и духовная науки, они как-то, если это можно назвать наукой, ну, как-то они переливаются, сливаются. Но они оба актеры, и взрывная сила дремлет в каждом. Они оба прекрасные актеры, и все чувства давно перепробованы ими, от любви до обездоленности. И еще один страх терзает наших кумиров. Боязнь потерять любовь зрителей. Массовый зритель эгоистичен. Сначала его поклонение настигает актеру повсюду, и даже лишает частной жизни. А потом вдруг что-то происходит, и толпа начинает поклоняться новому гению. Это счастье, когда у актера всю жизнь есть своя публика. А если нет? Тогда защитой ему только его собственная душа и то, что за ней. Может быть, то самое в детстве очерченное прутиком королевство, в которое до сих пор никому нет хода. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ